здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о замечательной скажем так российской наверное традиция это когда существует династия они бывают разные в самых разных профессиях ну наверно связано это с тем что в той или иной семье так получается что люди занимаются из века в век бывает и так с года в год из 10-летия в 10-летие одной и той же профессии хочешь не хочешь дети наблюдают за мамой наблюдают за папой каким-то образом потихонечку сами приобретают ту же профессию и на сегодняшний день когда мы отмечаем первомайские праздники вообще май он богат у нас на всевозможные события конечно же хочется поговорить об этих замечательных людях педагогической династии потому что это особенная профессия здесь очень важно когда один педагог передает какие-то свои навыки своей же собственной дочери а это будет именно так потому что в студии здесь у нас светлана евгеньевна белого мама учительница и александра сергиевна пиачина дочь учительница но и обе работают учителями начальных классов напомню вам вернее даже сообщу сельской жилинской общеобразовательной школе номер 23 здравствуйте здравствуйте во первых вас с днем с праздником весны труда так у нас называется первое мая вот а учительский труд он же особенный мы как-то все прошли вот кстати слава евгеньевна вы помните когда вы были маленькой да конечно то вас учил любимый учитель был был любимый учитель я до сих пор помню очень уважительно отношусь к своей первой учительнице ее фамилия максудова зоя николаевна про помните да я ее помню потому что мы и жили в одном поселке сейчас она уже возрастной такой учитель но все равно я ее помню она тоже в какой-то мере явилась примером для подражания понятно так а александра сергеевна вы помните конечно тоже помню свой первый учитель и зовут майстрикова ольга васильевна ее образ до сих пор наверное остался со мной я помню до сих пор ее внешность ее характер ее разговоры и и уроки и так случилось и сложилось что я до сих пор ее встречаем и с ними встречаемся и мне очень приятно от этих встреч всегда ностальгирую и тоже в какой степени сыграла роль помимо мамы естественно сейчас мы об этом будем говорить но ведь я уверен что если учителя они разные бывают как любой профессии да можно попасть на нелюбимого учителя особенно наверное когда там идет разделение уже по предметам там учитель конкретного направления кто-то тебе нравится кто-то не нравится кстати потом уже ближе к концу школы люди выбирают себе профессию иногда опять же благодаря учителю тому предмету который он преподает но сегодня мы говорим о династиях и на вопросы которые естественно с этим связаны они будут посвящены этой теме и вы наверное у светланы евгеньевны спросим вы первая учительница в своем роду или до вас тоже кто-то в вашей семье был учителем нет я являюсь уже учителем второго поколения началась наша династия как у чехова знаете с трех сестер так в одной семье было три сестры это красиво такое начало в семье было три сестры то валентина надежда и нина одна из них это моя мама она средняя сестра и вот все эти три сестры со временем стали педагогами как интересно до валентина пошла 1 так как она старше по возрасту затем моя мама надежда кирилловна и третья сестра не на кирилловна вот они все трое стали педагогами а потом это вот я считаю было наше такое вот первое поколение то есть такая основа за да это откуда как говорят в таких случаях ноги растут до педагогические вашей истории это наша основа а вы я так понимала там если средняя сестра еще есть педагоге от двух других сестер нет то есть на среде именно а для скачок и династия пошла вот посредней дочери это моя мама а мама ваша чем занималась она преподавала что она преподавала на учитель русского языка и литературы вот ну это вообще как классика Мне кажется, два главных, три главных учителя есть. Учитель русского языка, учитель математики и учитель физкультуры. Но когда мы ещё вернёмся? Так, получается, тогда вы второе поколение, а вы уже третье поколение. Третье, да. Ну, невероятно, конечно. Но ведь всё-таки мама работала, ваша мама, она проверяла эти тетради. Мы знаем, что такое реформа школьного образования – это тема вечная. Вот есть две реформы, опять же, медицинская и школьная. Они постоянно идут, меняются эпохи, меняются правила. Вот даже сейчас у нас с ЕГЭ очередные изменения происходят. Ну, как мне кажется, вроде бы они повернулись лицом к ученикам, у них появляется возможность ещё что-то пересдать. Но сегодня не эта главная тема. Вы же наблюдали, наверное, мама где-то не засыпала, где-то переживала, где-то не верится, что она прям приходила такая счастливая. Боже мой, так не хочется домой, не хочется вернуться на работу. Наверняка. И всё равно вы решили пойти по её стопам. Почему? Ой, вы знаете, я родилась и сразу попала в школу с двух месяцев. А, с собой ещё водили? Да, меня водили с собой. Мама на тот момент была директором школы. Оставить меня было не с кем, и с двух месяцев я уже была в школе. Заместитель-директор. Да, я выросла в школе. Все мои дни, каникулы, всё проходило в школе. Маму иногда видела редко. Но всё равно, вы знаете, у нас в семье всегда был такой дух школьный. Даже уходя из школы, возвращаясь домой, всегда все разговоры были о школе. И всегда это всё было на таком позитиве. И мне всегда хотелось, и я знала, что я когда-нибудь стану учителем. То есть никаких других вариантов не было? Никаких других вариантов никогда не было. Понятно. Ну, это, наверное, вот тот случай. Знаете, есть ещё такая династия. Мы тоже о ней иногда вспоминаем. Династии, да? Это театральные или цирковые. Вот в цирке там вообще троюродные, пятиюродные сёстры, братья. То есть там даже не три сестры, а там целый батальон сестёр. И мы понимаем, что это как бы искусство, которое передаётся из рук в руки. И, насколько я понимаю, Александра, да, тоже как-то, я уж не знаю, вы с двух лет ли ходили за своей мамой. Вот, и бабушка, и мама. Дорога ходила. Все. Как вы-то стали учителем? Ну, я тоже, наверное, повторила историю своих родителей. Не хотелось вот так? Нет, вы все вот в школу, а я вот пойду по другой дороге. Было такое? Нет, вы знаете, никогда вот за всё время, сколько я себя помню, и в детстве, и в юности, никогда не возникало вопросов о других профессиях. И даже когда я своей маме сообщила, что я буду педагогом, что я хочу стать учителем, у мамы моей даже, наверное, возникло такое удивление. Да? То есть мама не рассчитывала на... Ещё раз, мы понимаем, что мама приняла сразу решение, в данном случае, потому что бабушка была, да? И тут вдруг она от своей дочери слышит, что я тоже хочу быть учителем. Причём вы же учитель с особой ещё специальностью, да? Да, у меня я учитель начальных классов и классов коррекционного образования, и дополнительно получила высшее образование дефектология. Вот у нас сегодня и так, и, скажем, люди, ну, обычные, что ли, нормы, да? Так говорят, что и не услышишь порой, да? Особенно коррекция-то необходима, да, маленькие дети, особенно, наверное, там, на каком-то уровне, все немножко говорят неправильно. Вот поэтому это дополнительное образование высшее, это очень хорошо. Хорошо. И давайте такой вопрос адресуем. А чем отличается вот школа вашей мамы или вашей бабушки от школы сегодняшнего дня? Вот говорят, что и дети были другие, или как-то всё-таки дети остаются теми же, но отношение просто меняется к этому. Кто ответил? Начнём с молодого поколения. Сложный такой. Вы знаете, мне сложно сравнить, потому что я выросла и выучилась в современной школе, То есть вы ближе к ней, получается? Да, я ближе к ней. И когда у нас тоже в колледже нам как раз задавали тоже такой вопрос, я затруднялась тоже на него ответить, потому что я педагогам так отвечала, а что мне не с чем сравнить. То есть я воспитанник современной школы, да, я воспитанник современного высшего образования, среднего специального образования. И сейчас, когда я пришла работать в школу, я тоже вижу базовую современную школу и современное образование. И то есть для меня то, что я вижу, то есть это абсолютная норма, и так должно быть. И, к сожалению, ну, может быть, к счастью, не знаю, мне не с чем сравнить. Но то, что я вижу сейчас, мне сейчас нравится. И вам легче, потому что вы всё-таки недалеко ушли, то есть даже и музыка, и какие-то наклонности, и хобби, да, ближе к вам. А у Светланы Евгеньевны как дела? Ну, вы знаете, конечно, разница есть. Но я бы вот сказала, что на данный момент у детей, у школьников, у них возможностей больше. Больше, да? Да, так далеко шагнул вперёд технический прогресс. Сейчас столько возможностей вот в любых начинаниях. То есть если что-то понравилось, если учительница что-то рассказала, да, изучив необходимую литературу, да, мы не берём учительницу, которая там по учебнику читает, такие же тоже бывают. Вот, и если мне что-то понравилось, я могу это попросить тех же родителей, если я в начальном классе, они мне что-то найдут в интернете. Да, сейчас источников. Да, и можно, и, кстати, можно ещё услышать что-то. Нет, а нам учительница по-другому говорила. И тут зависит от того, как учитель докажет, да, свою историю. То есть больше возможностей, но и больше ответственности тогда у учителя не ошибиться, да? Больше, не ошибиться, и учитель тоже в какой-то мере должен обладать такими же знаниями и в технической сфере, и развиваться. То есть идти в ногу со временем? Идти в ногу со временем, тем более мы у нас дети такие, как бы мы их зовём начальной школы, они маленькие, они непосредственные, они могут спросить всё, что угодно. Они настоящие? Они настоящие, они задают любые вопросы, и бывает такое, что ты должен ответить на любой вопрос. И нет такого понятия. Вот в моём сознании я не могу сказать ребёнку, что ты знаешь, а я не знаю. Как-то хочется всегда быть в теме, быть рядом с ними на одной волне. Хотя, вы знаете, бывает, я не боюсь сказать ребёнку, что я не знаю. То есть у меня нет такого. Когда-то, я не помню, кто-то вот мне сказал, что нельзя бояться говорить детям. Правда. А я не знаю, но я не знаю, и я обязательно найду, прочитаю, я тебе расскажу, и я сама об этом буду знать. Ну, потому что всё знать не всегда возможно. Ну, это очень точно вы сейчас сказали. Я думаю, что Саша меня тоже поддержит, потому что я когда-то уже говорил, что у нас разные гости бывают. Бывают маленькие совсем гости. И когда человеку говоришь «вы», ну, на «вы» с ним общаешься, просто вот у человека вырастают крылья, и всё. Потому что очень многие считают, что дети – это какой-то такой недоразвитый ещё элемент. А на самом деле у каждого своя линия, у каждого своя судьба, у каждого свои желания и знания. И вот тут вопрос. Вы всё-таки ближе по какому-то, так скажем, возрасту, да простят меня, старшую в роду, в династии преподавателей. И наверняка они даже задают вам вопросы, может быть, пожёстче, что называется, чем у старшего поколения. Это так? Да, вы знаете, бывает, особенно у детей сейчас возникают вопросы, касающиеся политической обстановки для меня. Даже в начальной школе? Да, да, да. Вот мы столкнулись с такой проблемой и ситуацией, что дети задают вопросы, они видят и слышат, что обсуждают родители, они видят, что сейчас происходит на телеканалах, они видят, что сейчас происходит в социальных сетях. Не всегда могут состыковать. Не всегда могут, да, состыковать, сложить картинку, потому что где-то информация ложная, где-то правдивая. Они приходят в школу и начинают задавать эти вопросы нам. То есть вы ещё и политологом должны быть. Да. Нам приходится быть наготове ответить на любой вопрос ребёнка, какой бы он ни оказался. Ну и так я понимаю, ещё действительно важно, чтобы подытожить первую часть нашего разговора, что к ребёнку нужно относиться как к такому же человеку, как ты, не бояться говорить ему правду, потому что в таком возрасте они, конечно же, играют, потому что, ну, хочется там игрушку, хочется сладости, хочется заработать что-то, чтобы папа с мамой с вами-то отвели. Но с вами-то они проводят иногда больше времени, чем с родителями, и врать им нельзя. Правильно? Это просто взрослый человек, только иногда очень компризный. Да, правильно. Только маленький, но уже взрослый. Сейчас сделаем небольшую паузу. Замечательный дуэт у нас сегодня. Династия педагогов, которые находятся здесь у нас в студии, Светлана Белова, это мама, и её дочь Александра Пячина, которые вместе работают. Об этом мы поговорим особенно сейчас учителями начальных классов сельской Жилинской общеобразовательной школе номер 23, потому что в одной школе ещё к тому же работают. И сельская, вот тут тоже такая классика жанра. Узнаем, кто же там учится и кто в итоге заканчивает эту школу, куда потом дети попадают, и кто из этих детей вырастает. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». 1 мая, да, в общем-то, 1 мая и до начала 1 мая, и после. В этом году у нас, как всегда, все считают, когда праздники первомайские, потом праздники, имеющие отношение к Дню Победы, к нашему великому празднику. А мы отмечаем праздник весны труда здесь у нас в студии, потому что у нас целая педагогическая династия. Это мама Светланы Белова и её дочь Александра Пячина. Как я уже говорил, обе учительницы, такое высокое звание, оба педагога работают учителями начальных классов в сельской Жилинской общеобразовательной школе номер 23. Мы выяснили, что дети в начальной школе – это те же взрослые, но маленькие. Они очень быстро растут, потом начинается сложный период. Кстати, Светлана, вот вы выбрали начальные классы, потому что с ними вам проще? Или потому что старшеклассники, они такие уже немножечко с запросами? Да вы знаете, я как-то в своё время работала со старшеклассниками, с малышами. Я со всеми нахожу общий язык, я люблю и тех, и тех детей. Ну, как-то с малышами ощущаешь себя как бы на их уровне. Ага, то есть они даже останавливают, как это, возраст? Да. То есть вы вечно молодая учительница? Я считаю, что да. Так, хорошо. Саша, а вы почему? Наверное, по этой же причине, потому что иногда с детьми можно побыть не собой, не тем взрослым человеком, который ты являешься для коллег и вне школы. А когда ты оказываешься в классе вместе с детьми, они тебя сводят с ума, наверное. В хорошем смысле этого слова. Да, в хорошем смысле этого слова. Это может быть побыть ребёнком. Сколько в классе у вас детей? 23 человека. 23 человек. А мальчиков и девочек сколько? Ровно практически поровну. Ага, ровно пол. Вот, тогда у вас вообще там такой баланс. Конфликтный такой баланс. А у вас? У меня самый большой класс в нашей школе – это 26 человек. 26 человек. Мальчиков и девочек? Девчонок побольше на две. Девчонок всегда побольше. Вот сколько себя помню, у нас было 20 и 10. Вот такой был. А у вас, видите, практически уже поровну. Да. Ну и давайте мы поговорим. Всё-таки это сельская общеобразовательная школа. Чем она отличается от городской? Какое главное отличие? Вы знаете, по большому счёту она не отличается ничем. Вот даже что касается технического оснащения, я считаю, что даже наша школа, она выигрывает. Чуть-чуть впереди. Выигрывает, да. Даже у некоторых школ. У нас полностью оборудован каждый класс. По последнему слову техники. Но это спасибо нашему директору Игорю Викторовичу, который всегда следит за тем, чтобы мы были чуть-чуть, но впереди. Давайте фамилию. Игорь Викторович Иванников. Это наш бессменный директор. Вот так и всё. Теперь всё, деваться некуда. Да. Замечательно. Это прекрасная оговорка. Редко тот случай, когда вот это хочется оставить. То есть директору удалось создать вот эту такую площадку. Да, у нас и точка роста. У нас в школе есть всё. То есть мы городским школам не уступаем ничем. У нас очень высоко квалифицированные педагоги. Все. А сколько в школе сейчас примерно детей? Я не знаю, если так. 184 человека. 184 человека. Да, у нас по одному классу. У нас нет параллелей. То есть это даже вообще почти индивидуальный подход. У нас все дети дружат. С первого по одиннадцатый знают друг друга всех по именам. То есть у нас такая спокойная домашняя обстановка. Но при этом деловая. Деловая. Потому что учиться нужно. Времена, как мы выяснили, даже в начальных классах знают, что довольно сложные, потому что обстановка меняется всё время. Саша, скажите, а вот на сегодняшний день, когда вы кому-то говорите, я вот в сельской школе работаю. Когда-то, по-моему, в советское время был такой фильм «Сельский учитель». И что-то такое. И это прямо пропагандировалось, потому что понятно, что всем хочется работать в городе. Тем более, особенно здесь, когда Москва рядом. А вы говорите, гордо я работаю в школе общеобразовательной, но в сельской. Да, действительно, я об этом говорю гордо. И даже я участвовала в прошлом году в конкурсе «Учитель года». И на одном из этапов визитной карточки я с гордостью произнесла, что я учитель сельской школы. И моя главная миссия и главная цель на этом конкурсе – донести до педагогов, до других школ и до людей, что работать в сельской школе – это престижно, и это очень хорошо, и это очень важно. Потому что у людей действительно сложился до сих пор какой-то стереотип, что сельская школа – значит, что-то не так. Какая-то не такая. Что-то не то, да. Наверное, мы пойдем в городскую, мы пойдем в лице или в гимназию. Но на примере нашей школы, как только родители перешагивают порог нашей школы, как только здесь оказываются дети, они кардинально полностью меняют свои отношения к школе. Они с большой любовью к ней относятся. Ну, кстати, тут можно, наверное, провести такую неожиданную аналогию. У нас же как? Все городские, они… Город живут, там проблемы, все. Но как только отдохнуть куда-то, они куда едут? Загород, правильно? Вот. А загород – это иногда деревня, иногда это село, иногда это дачный участок, а иногда это дачный участок на краю этого же города. Ну, кажется, что уже хорошо. И наоборот, может быть даже хорошо, что у вас такая атмосфера, где действительно она и домашняя, когда можно и… Потому что когда, конечно, большая школа тоже вроде хорошо, полно народу, но иногда можно затеряться в ней. А тут каждый ребенок на виду, правда? Да. Каждому индивидуальный подход. Каждому индивидуальный подход. То есть все всегда под присмотром. Даже если вдруг кто-то из малышей заплакал, обязательно к нему подойдет любой старшеклассник, любой учитель, окажут помощь. Вот это называется взаимовы. То есть вот у нас же год был наставник и педагог, педагог и наставник, и сейчас год семьи. У вас, получается, он плавно перетек из одного в другой, ничего не поменялось. У нас большая дружная семья. Так, теперь о вашей семье поговорим. Вот дочка стала тоже преподавателем. У вас же есть право, как у педагога со стажем, и материнское право, ну, немножечко же сверху командовать, следить за ней. Вы как, больше вот все-таки чего-то там ворчите по поводу подготовки? Или даже, может, у нее чему-то научиться? Нет, вы знаете, я ворчать никогда не ворчу. Так. Вообще по жизни. Так. А тем более на дочь. Иногда она обращается за каким-то советом. Ну, мы с ней просто разбираем вместе, что-то я ей советую. Но в последнее время чаще бывает, что и я от нее что-то беру. Да, какие-то новшества. То есть я закончила учиться сколько лет уже прошло, хотя мы проходим курсы, переподготовки. По повышению, да, да, да. Но все равно есть такие новшества, которые где-то я пропустила. Обращаюсь к дочери, она мне с удовольствием помогает, и я тоже использую это все на своих уроках. То есть мы как бы друг друга помогаем, дополняем. То есть такой конгломерат у вас, да, учитесь. Саша, а вот к вам такой вопрос. По идее, династия же должна как-то, наверное, продолжаться, если есть такие планы у вас или нет? Я надеюсь, что да. Да? Нам верится, наверное, и хочется верить, что наша династия продолжится. Потому что когда это, ну, что называется, случайность же может быть, да, там, мама и дочь, а у вас уже не случайность, у вас еще бабушка была учителем, то есть вы уже втроем, да, получается, должен быть четвертый, а дальше просто автоматически хочешь, не хочешь, да, преподаватели. Давайте немножко вот о чем поговорим. Когда-то то династии хвалили, то династии говорили, что плохо люди, то, что работают на одном месте, по-всякому это было. Вот вы умеете различать дом, домашний, так сказать, быт, да, от профессионального? Или у вас все равно, хочешь не хочешь, все как-то в хорошем смысле слова в перемешку идет? Да вы знаете, у нас в перемешку, наверное, да? Мы иногда можем и дома обсуждать какие-то проблемы, иногда можем вот созваниваться с Александрой, тоже какие-то вопросы. В выходные дни, когда встречаемся, тоже обсуждаем что-то школьное. То есть мы не видим в этом ничего плохого. Это наша жизнь. Мы и в школе живем, и дома. Школа нас не покидает. Но все это в хорошем смысле. Нам это нравится. Вся наша жизнь. А сколько у вас уходит время на школу? Ну, я имею в виду, вот вы утром просыпаетесь, будний день. Сколько вы проводите время в школе? И потом же вы еще дома работаете? Наверное, домашняя работа для учителя тоже есть. Сколько в итоге получается? Ну так, по чесноку, что называется? Большая часть моего времени. Большая часть времени. Конечно, да. Ну, потому что все-таки это работа, как у любого человека, работа занимает, это основную часть твоей жизни. Но вы знаете, я никогда по этому поводу не расстраивалась, потому что мои работы, это одна из самых, наверное, приятных, любимых частей моей жизни. Конечно. Я думаю, что наша династия так сложилась, я надеюсь, что она продолжится, потому что к своей профессии, к своей работе мы относимся с большой любовью, с большим уважением. И мы вкладываем в нее всю душу. И то, что мы делаем, нам нравится. И я не прихожу домой, не валюсь с ног, с мыслями, что когда же это, да, все закончится, и встать я уже не могу. Ну, это приносит удовольствие. Сейчас будет такой сложный вопрос, ни про финансы, ни в коем случае, это вы сами захотите, расскажете. Но, тем не менее, вот два поколения мы видим, что президент, в общем-то, во все времена, руководители все-таки следят за образованием, потому что, ну, любой хороший руководитель, он должен понимать, что как вы учите детей, таких вы получаете, работников в самых разных сферах. А мы понимаем, что сегодня нам нужны любые профессии, да, нам нужен человек в любом, так сказать, направлении деятельности. Их становится все больше, профессии, ну, какие-то профессии уходят в прошлое или видоизменяются. Тем не менее, отношение к образованию очень серьезное. Вот вы чувствуете, как вы сказали, да, что у вас есть все оборудование, какое-то внимание со стороны власти, что пытаются вам как-то помочь каким-то способом, может, какие-то премии, конкурсы, участие в конкурсах, возможности, да, Саш, есть такое? Конечно, да. Потому что разные слухи ходят. Я, наверное, расскажу о самом главном. Да. Подарке моей судьбы и моей жизни, да. Так сложилось, что два года назад, как раз при поддержке моего директора, Игоря Викторовича, он меня наставил на этот путь, он мне предложил поучаствовать в социальной программе, которая называется «Социальная ипотека». Это программа, да. Я уже завидую. Эта программа создана при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, которая подразумевает, что Московская область предлагает вам оформить социальную ипотеку при выделении гранта на первоначальный взнос. И так получилось, что я получила этот грант, мне одобрили социальную ипотеку, я сейчас являюсь большой счастливицей. Социальной ипотечницей вы. Да. Я очень рада. Конечно, это безумно облегчает жизнь, потому что для любого современного человека, конечно же, личный вопрос сейчас стоит очень остро. И для моей семьи, вместе с моим супругом, тоже вопрос этот встал ребром, так сказать. Но так сложилась жизнь. Это реальность, да, конечно. Есть социальные программы, социальные выплаты, льготы, которые действительно поддерживают учителей. И то есть я сейчас работаю с большим облегчением, что у меня за плечами, за спиной у меня есть моя квартира. Поэтому и обмотка кажется интереснее, да, и качественнее. Ну нет, конечно, не из-за этого. Легче так, да? Легче, конечно. То есть какое-то бремя у тебя с плеч спадает. Тем более в таком юном возрасте. Да, это очень помогло. Иногда, знаете, как люди пашут, пашут всю жизнь. И уже когда вроде бы чего-то, а уже сил нет. А тут можно и работать, и отдыхать, и плодить, в хорошем смысле слова, дальнейшим династию педагогов. Последний вопрос. Опять же возвращаемся к тому, что сельская школа, мы знаем в истории, какие ученики сельских школ, кем они становились, каких высот они добивались на самых разных уровнях. Куда идут ваши дети? Куда поступают? Откуда приходят звоночки потом? Я там, я там, я там. Да вы знаете, наши дети поступают в самые престижные вузы Москвы. Вот у нас в прошлом году выпустился 11 класс. Их было 12 человек. Вы знаете, все 12 поступили в вузы Москвы. Да вы что? Да, у нас один мальчик поступил в Московский авиационный институт, причем набрал очень хорошее количество баллов по ЕГЭ. Он сейчас, да, вас требовал. Да, еще один ученик поступил в Бауманку. Тоже. Вот, потом девчонки поступили и в юридический институт. В общем, все 12 человек, они все поступили. Через вас проходили? Это мои первые дети. Ну, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин